Девчонки и ребята, всем привет! Сегодня замечательная пятница, я уже сходила на вождение, сегодня занималась и планирую готовить тефтельки с макарошками или с гречкой сделать, в общем, я еще не знаю. Самое главное сейчас это все подготовить для приготовления тефтелек. Как-то мы очень давно их не ели, я очень давно не готовила это блюдо. Мне понадобится морковушка, беру морковку, фарш, для подлива нам понадобится перчик, у меня здесь есть остатки желтенького, сейчас я вас поставлю немножко в холодильник, возьму красный и у меня еще есть остатки желтого. Что мне еще нужно? Почистить лук. Вроде все. И томатная паста, томатный соус. Вот он. Сейчас я приступлю к приготовлению тефтелек. Так, надо почистить все овощи и займемся готовкой. Ну вот такие вот вкусные тефтельки я решила с макарошками сделать. Смотрю телек, включила мультик патента какой-то про пингвинчиков, потому что смотреть больше нечего. Потому что мы сейчас будем обедать. Всем приятного, при приятного аппетита. Ням-ням-ням. Смотрите, какая красота. Какая красота. Обалдеть просто. Просто гигантский букет роз красных. И прям он тут так круто смотрится. Тут открыточка, конфетки. В общем, все как положено. Кайф. Смотрите, как хорошо смотрится. Это, кстати, розочка. Она стабилизирована. Она выглядит как настоящая. Но вообще она настоящая. Она пропитана специальным каким-то раствором. И, в общем, то, что она вот так вот зафиксирована. То есть выглядит как настоящая. И листочки тоже. Это Ваня мне подарил в прошлом году, по-моему, тоже на 14 февраля. Вот теперь в дополнение еще и вот такая вот красотища. Неописуемая просто. О, камера в шоке. Вот от такого яркого красного цвета. Класс. Ну, а теперь время и попить кофе с вкусным тортиком. Ой. Ай, да, еще там безешки. Ваня доедает вкуснячее. Вот. Пусяш там лежит на диванчике. У нас праздник. Это вам раздали. Да. У нас праздник. Мы празднуем. Мы решили его продлить. Только как-то все в один день неинтересно. Неинтересно. Это точно. Все. Пьем кофе и едим тортик. Ну, как тебе? Очень вкусно. Нежно такой. Угу. Он, наверное, очень нежно получился. Я его сделала с бананом. Ой. И клубникой. Киви он не стал добавлять. Ребята, мы уже в спортзале. Я в этом маленьком бассейне. Ну, как маленьком. Он просто мелкий. И там вода немножко теплее, чем в том обычном. Успела немного проплыть, потому что тут сейчас занятия начинаются. И да, я не люблю, но в том большом плавать, потому что там это очень быстро все плавают. Я иду в другой бассейн. Вот этот вот маленький. И делаю здесь упражнения на ноги. Приседания делаю, выпады разные. В общем, в принципе, все то же самое, что я делала, когда была до беременности, делаю сейчас все это в воде. Очень хорошо. Мышцы так хорошо напрягаются, но при этом я чувствую себя прекрасно. Прекрасно. Продолжение следует... Ребята, мы только что вернулись со спортзала. Я уже принял душ. Катя у нас купалась в душе в спортзале. Вот, я принимаю дома. Так как Катя все-таки в бассейне купается, проще уже это, сделать последний шаг и искупаться в спортзале. Короче, ночью, я не знаю, вчера, наверное, в час или в два ночи Катя просыпается, говорит, как жарко, как душно, как сухо. Включи этот увлажнитель воздуха. И, в общем, я набрал водичку, включил, и у нас сейчас дома 45% влажности. Вот. А вчера, когда я включил, было 30%. И за ночь испарилась вся вода там, что внутри. О, он сейчас тоже работает тихонько. Не знаю, слышно вам или нет. В общем, крутая штука, то, что увлажняет и не так сухо, потому что, когда работает оттепление, это ужасно. У тебя пересыхает полностью вся носоглотка, когда дома очень сухо и неприятно. И неполезно. Должно быть влажно. Вот. Поэтому мы сейчас спасаемся. Ещё другой вариант – это открыть окна, проветрить и таким образом заходит свежий воздух, и плюс он более влажный. Ну, это если на улице влажно, естественно. Если на улице сухо, то не поможет это. Ну, так, время от времени. Каждый день, в принципе, проветриваем, но это, но всё равно не особо помогает на весь день. А вечером уже не хочется открывать, потому что, ну, холодно, спать скоро. Ай, чуть не включается. Сейчас мы смотрим фильм. Сериал. Сериал. Ты понимаешь, как он называется? Расскажи мне сказку. Расскажи мне сказку? Что я запомнил, как на английском, там, там, что? Как-то так. Расскажи мне сказку. Да. История. Да, она посоветовала Надю Собито. Мы сейчас смотрим вторую серию. Достаточно интригующий. Это в таком триллере... Триллер детектив, поэтому очень интересно. Да, детективчики с маньяки. Попкорн, как вы видите, кончается. Это был мой сегодняшний ужин. Да, он сказал, не стану ничего есть. Я даю весь сладкий попкорн и перешел на соленый. И на половине соленого понял, что ужин удался. Кстати, кто спрашивал... Скоро Катя догонит. Да, скоро меня догонит. Кто спрашивал про мое вот это вот платье, которое я... Для дома. Слушай, ты сейчас как русалка. Я на Амазоне заказывала. Я говорю, это вечернее платье, когда ты говоришь, нет, это ночнушка. Это домашнее платье. Я говорю, нет, это вечернее. В нем можно идти. Вечер. В вечер можно выйти на балкон. Ой, блин, там же на балконе сушится белье. Надо завтра его разобрать. Нет. Я его вчера хотела разобрать, но оно не до конца высохло. Поэтому я его отдумала сегодня соберу. Седьмую уже что-то не хочу. Один из часов. Почти, да. Не знаю, я просыпаюсь вместе с Ваней и спать хочу, ну, как бы появляется у меня сонливость уже вот в 10-11 вечера. Почему Ваня не хочет спать? Я еще потом сижу до 3 часов, до 2 часов. Я не понимаю. Мне просто 6-5 часов достаточно спать. Я не могу. Я вот в 11 вырубаюсь и потом вот в 8 с копейками просыпаюсь. Ну, бывает. Я живу точно. Не, ну, у тебя хороший здоровый сон, в 8 часов спишь. Ну, ты его чуть больше. Не, подожди, ты в 10 ровно не ложишься спать. Ну, как бы собираешься. Ну, да. Пока умоет. Ну, сейчас мы смотрели сериал, Катя уснула. Я лежал тут сбоку, ряд нашком, и у Кати нога так тык-тык дернулась и такой, о, все, понятно. Катя входит в сон. Так что да, надо идти спать. Давай. Завтра в субботу. Давай. Поднимешь меня. О. Кстати, вот вставать очень неудобно без помощи. Это нереально неудобно. Нереально неудобно. Это реально неудобно. Потому что Ваня, и когда Ваня, по-моему, за ручку поднимает, вообще кайф. Угу. Ой. Все, ребята. Будем с вами прощаться. И увидимся с вами завтра. Всем пока-пока. Ура. Субтитры сделал DimaTorzok